Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 декабря 2014 года министр иностранных дел Сергей Лавров, привыкший за 17 лет на своем посту к самым острым публичным выступлениям, заметно волновался. Лавров принял в дар от патриарха Кирилла старинную икону преподобного Сергия Радонежского, а затем с алтаря обратился к людям, пришедшим на церемонию освящения церкви. Ваше святейчество, дорогие друзья, мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, но это по зову сердца. Повод, из-за которого так переживал министр иностранных дел, был действительно особенным. Под его руководством была восстановлена церковь преподобного Сергия Радонежского в Царском селе. Впервые ее освятили еще при императоре Николае II, а затем при большевиках храм закрыли, а его купола снесли. В тот же день, когда министр выступал с алтаря, восстановленный храм посетил Владимир Путин. Патриарх Кирилл, Сергей Лавров и представитель музея провели для президента экскурсию по отреставрированной церкви. Мы быстренько остановимся перед мундиром именно стрелкового полка Николая II лично, который был изъят из Александровского дворца лентфильмом во время революции. И в этом мундире снимался Петька в известном фильме Чапаев. Если внимательно смотреть на видео экскурсии президента, то можно заметить, что в эту делегацию для избранных входила и загадочная женщина в темном пальто и белом платке. Вот она идет вслед за министром иностранных дел Лавровым. А вот она же стоит за спиной Владимира Путина и улыбаясь о чем-то разговаривает с тем же Лавровым, который находится за кадром. В тот же день патриарх Кирилл наградил женщину в белом платке орденом за помощь в реконструкции храма. И церемония этого награждения стала единственным публичным источником, благодаря которому нам удалось узнать имя таинственной спутницы Лаврова. Полякова Светлана Александровна, сотрудник Министерства иностранных дел Российской Федерации, награждается орденом Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской Третьей Степени. Аксия! 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 Я Роман Анин, редактор важных историй. Медиа, которую власти России месяц назад признали иностранным агентом. Меня и пятерых моих коллег тоже внесли в этот список, в который сейчас входят многие приличные журналисты в стране. Власти России пытаются объяснить борьбу с так называемыми иностранными агентами защиты национальных интересов. По мнению чиновников Кремля, все те, кто пишет об их коррупции, это чуть ли не предатели Родины. На мой взгляд, все обстоит иначе. Власти России принялись всех подряд к лимит статусам иностранного агента не потому, что Родину защищают, а потому, что боятся правды. Они стареют и чувствуют, что теряют народную поддержку. И в такой ситуации любая история, которая показывает их истинное, а не придуманное телевизором лицо, воспринимается как угроза. Например, как история, которую я вам хочу сейчас рассказать. Впервые фамилию Поляковой я услышал от человека, близкого к Министерству иностранных дел. Он рассказал, что Сергея Лаврова якобы связывают давние и очень близкие отношения с этой женщиной. Более того, по словам нашего собеседника, Полякова приобрела значительное влияние в Министерстве. И несколько высокопоставленных сотрудников МИДа были вынуждены уволиться, якобы из-за разногласий с ней. Один из уволившихся подтвердил эту информацию. Однако отвечать на более подробные вопросы о Поляковой отказался. На протяжении длительного времени мы не могли идентифицировать Полякову, потому что нам не было известно ее отчество. Пока мы не наткнулись на то самое видео в официальном YouTube-канале РПЦ об освящении храма преподобного Сергия Радонежского. Это видео стало первым косвенным подтверждением слов источника. И дело не только в том, что Полякова повсюду следовала за Лавровым, но и в том, что она была среди тех немногих людей, что сопровождали Владимира Путина во время его экскурсии по храму. Чтобы находиться рядом с президентом на таких мероприятиях с ограниченным количеством участников, нужно пройти множество согласований. И тот факт, что Полякова попала в свиту избранных, говорит об ее особом статусе. После того, как мы узнали отчество Поляковой, нам удалось найти ее номер. И с помощью одной программы мы решили проверить, как он записан в телефонах других людей. Но прежде, чтобы удостовериться, что этой программе можно доверять, корреспонденты важных историй проверили самих себя. Вот, например, как записан мой номер телефона в записных книжках других людей. Здесь нет никаких неожиданностей. Анин Роман, Рома, ну и прочие вариации с моим именем и фамилией. А вот, как записан номер телефона Светланы Поляковой. Светлана Александровна, Лаврова Светлана, Светлана Лаврова. При этом фамилию министра, если судить по государственным базам данных, Полякова официально никогда не носила. В-третьих, как нам удалось выяснить, Светлана Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым. Один раз в Сочи и дважды в Санкт-Петербург. Эту информацию нам предоставил человек с доступом к базам авиаперелетов. Корреспонденты важных историй проверили достоверность этих сведений на себе. Мы попросили посмотреть наши имена и получили данные о собственных перелетах. Вот, например, в базе нашелся мой перелет в 15-м году в Шарм-эль-Шейх. Да-да, иностранные агенты в этом смысле ничем не отличаются от обычных граждан России и тоже любят отдыхать в египетских отелях all-inclusive. При этом стоит отметить, что с 15-го года у меня были десятки других перелетов, а в базе нашелся только один. Поэтому мы можем смело предположить, что у Светланы Поляковой было гораздо больше совместных путешествий с Сергеем Лавровым. Мы бы не стали рассказывать вам эту историю, если бы дело касалось только личной жизни Сергея Лаврова. Важные истории пишут и говорят о родственниках и ближайшем окружении чиновников только если в этом есть общественный интерес. А в случае с министром Лавровым и Светланой Поляковой, которую священнослужители называли сотрудницей МИДа, этот интерес безусловно есть. Лавров, наряду с министром обороны Сергеем Шойгу, уже много лет считается одним из самых популярных чиновников России. Именно по этой причине Владимир Путин, желая спасти падающие рейтинги Единой России, попросил Лаврова и Шойгу возглавить общефедеральный список партий на предстоящих выборах в Госдуму. Я получил предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде Единой России. Я счел это предложение, прозвучавшее из УЗ президента, честью для меня. Сергею Лаврову 71 год. Свою карьеру он начал почти 50 лет назад в советском посольстве в Шри-Ланке и с тех пор не покидал дипломатическую службу. Последние 17 лет он занимает должность министра иностранных дел. Ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент, по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, она уже нам хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы. Судя по сайту МИДа, а также антикоррупционным декларациям, которые подает Лавров, он женат. На протяжении последних пяти лет супруги Лаврова ежегодно зарабатывали на двоих около 8-10 миллионов рублей. Однако, как выяснило в прошлом году издание «Инсайдер», которое российские власти, конечно же, тоже признали иностранным агентом, министр иностранных дел владеет элитной недвижимостью стоимостью более 600 миллионов рублей. Но и эта недвижимость меркнет по сравнению с той, что мы нашли у скромной сотрудницы МИДа Светланы Поляковой. Это жилой комплекс «Пречистинка-13» в центре Москвы. Дом находится в районе так называемой «Золотой мили», участка между улицами Остоженко и Пречистинка, где продаются одни из самых дорогих квартир не только в России, но и во всем мире. У этого дома богатая история. Например, здесь часто бывал Михаил Булгаков. Вы можете встретить описание квартир этого дома в романах «Мастера Маргарита» и «Собачье сердце». Элита России 21 века сильно отличается от элиты 20-го. И сегодня в доме на Пречистинке-13 гостят не великие писатели, а родственники и близкие люди чиновников. Например, среди соседей Светланы Поляковой мы обнаружили маму председателя совета директоров национальной медиагруппы Алины Кабаевой и Леонида Михельсона, одного из самых богатых людей России и совладельца компании «Сибур», на сделках с акциями которой сколотил свое состояние бывший зять президента России Кирилл Шамалов. Оценить стоимость квартиры Светланы Поляковой сложно из-за уникальности объекта. Однако, квартира почти такого же метража продается в этом доме за более чем 700 миллионов рублей. Но квартирной Пречистинке список имущества Поляковой, конечно же, не ограничивается. Это деревня Палицы в Одинцовском районе Московской области. А этот дом площадью почти 500 квадратных метров, как вы уже могли догадаться, принадлежит Светлане Поляковой. Примерная стоимость этой недвижимости составляет 60 миллионов рублей. А это жилой комплекс премиум-класса «Актер Галакси» в Сочи, куда Полякова и Лавров вместе летали. Комплекс расположен на главной улице города, курортном проспекте. Из окон его апартаментов открывается неповторимый вид на море. Светлана Полякова владеет в этом доме апартаментами площадью более 160 квадратных метров, которые могут стоить около 50 миллионов рублей. Помимо квартир мы обнаружили у Поляковой целый автопарк люксовых автомобилей. Ей принадлежат Mercedes-Benz S350 за примерно 12 миллионов рублей, Mercedes-Benz GLE за 9 миллионов рублей, Porsche Panamera 4 за 8 миллионов рублей. И до 2016 года Полякова также владела Bentley Continental GT. Новый такая машина стоит больше 10 миллионов рублей. Если вы думали, что это все, то вы сильно ошибались. У Светланы Поляковой есть дочь Полина. Она училась в лондонском Imperial College Business School. Полину, судя по всему, не пугают страшилки от МИДа и Марии Захаровой о кознях Запада и опасных иностранных агентах. Например, в прошлом году Полина опубликовала в своем инстаграме радостное видео с подписью «Наконец-то я больше не нелегальный иммигрант». И хэштегом «Спасибо Министерству внутренних дел Великобритании». Этот пост, видимо, означает, что Полина стала резидентом Великобритании, чью политику власти России называют враждебной по отношению к нашей стране. Инстаграм дочери Поляковой – это классический учебник по гламурной жизни золотой молодежи России. Здесь и отдых на яхте возле итальянского острова Капри, испанской Пальма де Майорке, французской Корсики и роскошные украшения, и отдых в самых дорогих отелях Мальдив, Италии, Франции и других стран мира. Судя по реестру компании Великобритании, дочь Светланы Поляковой владеет несколькими фирмами в Лондоне. В документах указана ее фамилия по отцу – Ковалева. Одна из этих компаний – PPK Investments Ltd – зарегистрирована на улице Холланд Грин Плейс. Этот дом находится в районе Кенсингтон, одном из самых дорогих в Лондоне. Часть этого дома Полина арендовала на 999 лет. Это такая непрямая форма владения недвижимостью. Дочь Поляковой приобрела ее в 2016 году за более чем 4 млн фунтов стерлингов. Это более 440 млн рублей по курсу на дату сделки. Полине был всего 21 год, когда она обзавелась этой недвижимостью. Пришло время задаться самым важным вопросом этой истории. Откуда у семьи скромной сотрудницы МИДа России, как ее называли священнослужители в церкви, которая к тому же оказалась близка к министру Лаврову, нашли средства на покупку активов стоимостью более 1 млрд рублей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проверили всевозможные реестры мира, в надежде найти какие-то компании, которые могли бы принести Поляковой такие деньги. И все, что нам удалось найти, это ресторан «Консул» в здании дипломатической академии МИД России на улице Остоженки в центре Москвы. Этот ресторан получал госконтракт от академии на организацию питания для студентов, преподавателей и иностранных дипломатов, приезжавших на обучение. Тем не менее, «Консул» не может похвастаться высокой выручкой. А к тому же Светлана Полякова вышла из его капитала в 2012 году, задолго до того, как она и члены ее семьи приобрели дорогое имущество в России и Великобритании. Мы пытались найти ответы на наши вопросы у самой Поляковой, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако эти попытки закончились ничем. МИД России на наш запрос не ответил. Вот такая история. Она основана на фактах и правде, которую говорить легко и приятно, как писал Булгаков, бывавший в доме на Причистеньке 13. Но в 2021 году власти делают все, чтобы правды в нашей стране не осталось. Давайте не дадим им этого сделать и вместе продолжим рассказывать важные истории о России. Подписывайтесь для этого на наш канал или становитесь его спонсором. Вы также можете поддержать работу важных историй, оформив пожертвования. Ссылка для этого есть в описании к этому видео. И спасибо вам за вашу помощь.